Светлана Ивановна Ковальская Дорогие друзья, начинаем нашу лекцию. Она посвящена достаточно интересной проблеме, по мой взгляд, и тем более в свете последних событий, которые происходят в исторической науке Казахстана. Я хотела сегодня поговорить о том, как же развивалась историческая наука Казахстана, какие этапы она прошла в своем развитии, в чем была ее специфика, особенности. И, безусловно, главный акцент мне бы хотелось уделить такому пониманию, как переход от историологии к историографии. То есть, каким образом эволюция исторического знания на пространстве степном изменяла свои формы. И вот то, что мы сегодня с вами имеем, историческую науку, как она формировалась. Значит, если начать как бы с самого начала, то, наверное, нужно оговорить этапы развития исторической науки. Этапы, они, это любая классификация, она всегда имеет под собой различные основания. То есть, то, что я вам сейчас предложу, это как бы не значит, что это вот единственная классификация, которая существует. Что я имею в виду? То есть, мы можем положить в основу нашей классификации предметно-хронологический принцип. И так как мы рассматриваем историю формирования науки, мы давайте посмотрим как бы в хронологии. И первый этап обозначим чисто условно, как ранний этап развития. Затем, включая туда весь древнейший период, и затем то, что придет и изменится в эпоху нового времени. И, безусловно, мы можем сказать, что сюда входит и имперский период. Второй период развития исторической науки Казахстана, это будет советский. Он имеет свою специфику, свою особенность и целый ряд, так сказать, характеристик уникальных, не похожих во многом на то, что было до, так сказать, предшествовало, да, советскому периоду. И, в общем-то, достаточно отличающихся от тех условий развития науки, которые мы имеем с вами сегодня. Вот, поэтому третий этап, мы его обозначим условно как постсоветский. Вот таким образом, ранний, советский, постсоветский, да. Опять же, подчеркну, что это все очень условно. И если мы хотим наполнить содержанием эти этапы, то, наверное, есть необходимость обратиться к более глубокой характеристике вот этого раннего этапа. Что же мы там с вами обнаруживаем и что мы находим? Конечно, я думаю, главное, как бы, отличие этого этапа состоит именно в том, что, как бы, существовало две стороны, да. Существовало знание, которое функционировало, историческое знание функционировало среди самих кочевников. И в основном оно передавалось и продолжало существовать в изустной форме. И мы знаем с вами, что шижире – это как раз вот одна из форм хранения исторической памяти народа. Вот, и с другой стороны, так сказать, вот то знание, которое составляли у нас наши соседи. Ближайшие или, может быть, не столь близкие. Это, конечно, китайская историография, все, что было создано иранцами, арабская. Затем появится русская историография. И, в общем-то, вот этот объем уже письменной традиции, он, так сказать, будет сочетаться с тем, что было внутри себя, внутри самого общества, то есть устное. И, конечно, вы понимаете, что тут есть определенные моменты, да, которые тоже, видимо, требуют характеристики дополнительной. В Казахстане очень известно имя видного ученого-востоковеда Юдина, который в свое время предложил назвать вот это знание, которое функционировало у самих кочевников, как степная устная историология. То есть говорю историю, да. И понятно, что степная устная историология – это огромнейший пласт знания, который функционировал на всем, вспоминая слова Гумилева, на всем вот этом прямоугольнике степей, то есть, можно сказать, от Хингая до Дуная. Это знание функционировало в разных модусах. Нельзя сказать, что это было только устное, потому что устное – это было основное, как бы, да, ключевое. Мы там можем сказать, что, конечно, все эпические произведения, героические эпосы, лирические эпосы и какие-то социально-бытовые произведения, которые в изустной форме передавались, вот это как бы одна составляющая такая часть. Конечно, сюда же в это знание входила и та гамма, та особенность обрядовой, бытовой, значит, культуры, которая тоже требовала, ну, таких, можно сказать, исторических оснований, которые, так сказать, были. Вот, и здесь же есть и письменная традиция, то есть, рано или поздно на протяжении, вот если мы выходим за рамки только территории Казахстана, говорим, кстати, о всем поясе Евразии, то постепенно формируется и письменная традиция. Вот, если речь идет, значит, о носителях вот этого степного знания, то есть, кто же его продуцировал, это знание, кто его создавал, кто являлся ретранслятором этого знания, то здесь можно назвать тоже целый ряд людей, их обозначения имеют такую почти профессиональную, как бы, да, характеристику, то есть, например, баксы или шаманы, это вообще уникальные были люди, безусловно, это люди, которым, ну, первопроходцы в определенном смысле знания, потому что именно они открывали это новое историческое знание, именно они рисковали, потому что никакого императива победы не было, вот он начнет процесс с Камлани, но услышат ли его духи, выйдут ли они к нему на контакт, это вопрос оставался, скажем так, открытым, поэтому баксы, конечно, мы сюда относим, безусловно, жирау, если мы уже имеем в виду непосредственно казахское, значит, ханство и период, значит, средневековья, мы сюда можем отнести и акинов, более поздних, как бы, исполнителей, жерши, все, что касается, конечно, судьи, бии, это тоже своего рода, безусловно, вся, как бы, историко-правовая культура, она вот сосредоточена, как бы, в круге этих лиц. Вот это носители этого знания, ну, например, мы знаем с вами про жирау, и вы, наверное, еще помните из школьной программы, что жирау – это ведь не только, скажем так, те люди, которые создавали эпические произведения, которые создавали исторические толгау, размышления, это были очень полифункциональные по своей сути люди, они были и воспитанниками ханских детей, они были известнейшими батырами и воинами, они были часто идеологами того или иного общества, то есть функции у этих людей, которых мы сегодня с вами условно называем как носители степного знания. В степном знании, то, безусловно, если говорить об этапах развития степного знания, то тут можно вспомнить, что, наверное, первый этап – это будет миф-миф вообще как таковой и мифология, затем, конечно, это эпос, вот мы уже назвали героические, лирические и так далее, и, конечно, шижире. Вот шижире – это такая уникальная система, как компас, который позволял обществу соблюсти себя, соблюсти генный код, соблюсти то основное знание, которое как бы было передано предками, вот так и можно сказать. Если мы говорим о второй части, значит, вот этом блоке письменной традиции, то, конечно, мы можем сказать так, что длительное время доминировала вот на пространстве степи мусульманская историографическая традиция. Она имела свои законы, свои правила, и все ученые мусульманского мира, которые создавали свои труды, они-то следовали определенным канонам. То есть всегда существовала и существует сегодня определенная система правил, по которым пишется, ну, сегодня мы говорим научная работа, а тогда писались различного рода труды интеллектуалов. Вообще историография как такова – это, конечно, один из жанров интеллектуальной истории. Вот интеллектуальная история – это новое такое самостоятельное направление в исторической науке, и я надеюсь, что оно тоже прочно войдет как бы в плоти и кровь казахстанской науки, исторической, оно как бы показывает, как возникали идеи, как они развивались, и кто был носителем этих идей. Поэтому, безусловно, вот первые, скажем так, опыты в этом плане, они наиболее ценные. Так вот, если мы обратимся к мусульманской письменной традиции, мы увидим, что все книги, ну, я, может быть, не буду обобщать 100%, но значительная часть из них написана строго в таком плане, что, значит, предшествует работе вводная часть. Безусловно, всегда есть какое-то видение, где будет оговорено, оговорен целый ряд вопросов такого принципиального характера. То есть что-то будет сказано об авторе, что-то будет сказано об условиях создания книги, какие-то ключевые идеи, так сказать, будущей работы, как правило, сосредоточены в вводной части. То есть почему написано, с какой целью написано. Вот, и если мы смотрим, так сказать, уже на внешнее оформление книги, то очень интересно наблюдать, что именно эта часть наиболее богато инкрустирована, украшена. Вот колофоны, так сказать, украшают эту книгу и так далее, и так далее. Затем после введения идет основной корпус или основная часть, которая может быть разделена на главы, на книги, на разделы. Вот, и затем заключительная. Удивительная, наверное, состоит в том, что заключение не связано, как правило, с вводной частью. Вот это отличает многие работы, значит, мусульманских авторов от привычной нам, потому что когда сегодня мы читаем с вами исторические труды, нам очень важно, чтобы то, что обозначено введение, должно как бы логически прийти в заключение, в выводах, и таким образом как бы круг замыкается. Здесь немножко другая специфика. Вот, поэтому если как бы посмотреть, как создавались эти исторические произведения, то, во-первых, конечно, большие были блоки заимствования из арабской истории. И мусульманские авторы об этом писали достаточно подробно. Затем появляется так называемая событийная история. Это как бы новый жанр. Он фактически, ну, где-то вот с XIV века только появляется, и основателем его по праву считается Рашид Аддин. Событийная история, она позволила, значит, показать как бы исторический процесс в такой связанной повествовательной форме, как бы от А перетек Б и далее, так сказать, по пунктам. И третий такой, значит, система, как бы, это смешанная система, когда события излагались либо в хронологической последовательности и связанности, либо по отдельному сюжету. И вот к смешанной истории мы можем отнести как раз работу первого казахского историографа, непосредственно который написал, так сказать, ключевую работу, Тариха Рашиди, Мухаммеда Хайдара, Дулати, которого мы по праву считаем основателем, собственно, казахской историографической письменной традиции. Но работа его написана, как вы уже поняли, тоже в стиле мусульманской историографии. Конечно, жанры этих книг очень разные. Это были, безусловно, истории династии. Ну, понятно, что вот этот генеалогический принцип, который так плотно сидел в устном формате исторического знания, безусловно, он сохранялся и в письменной традиции. Конечно, жанр всеобщей истории. Это уникальный жанр и очень был популярен в арабской историографии. И там такие большие сюжеты, такие включения всемирной истории, что происходило. Поэтому мы можем через эти книги смотреть реально, что люди знали друг о друге, какие страны они знали, какие народы и так далее. Ну и, конечно, региональный признак, когда появляется работа уже вот в таком специфических регионах. Ну и, в общем-то, если говорить, вот пока на первом этапе о нашем раннем, я думаю, пока можно на этом остановиться и перейти дальше. Если есть вопросы по первому этапу, то давайте, может быть, сразу и обсудим. Значит, что касается устной истории, что касается… Ну, если пока нет, давайте пойдем дальше, постепенно что-то может появиться. Теперь вот, когда мы говорим с вами, значит, о втором этапе, то я должна говорить очень важный момент, что существование устной традиции и письменной исторической традиции на этапе Средневековья, затем Нового времени, имперского времени, оно нам демонстрирует уникальный симбиоз. То есть появляются, значит, как мы уже сказали, представители собственной национальной школы, то есть, конечно, Дулати, безусловно, Жалаири. Это первые, кто обозначили себя, позиционировали как казахи, и в своих работах они писали историю казахского ханства. Но потом произошла удивительная вещь. На длительный период времени, практически на… Ну, там до 300 лет наступила как бы тишина, то есть никто другой себя так не позиционирует. Может быть, пока мы не знаем этих работ и этих авторов, потому что сейчас ведется огромная работа, вы знаете, по сбору, по систематизации источников, и я думаю, что еще немало открытий нас ждет впереди, безусловно. Вот такое как бы возрождение, второе появление национальных авторов – это XIX век, когда мы видим работы Чекана Ченгизычева-Лиханова, когда мы читаем, и мы сегодня можем читать, разбирать, с вами анализировать работы Шакарима Кодайбердеева. То есть эти два человека нам демонстрируют очень интересную вещь. То есть Кодайбердеев, например, создает свою родословную тюрков, казахов, киргизов и ханских династий строго в мусульманском формате. Там есть видение, там есть основная часть, и там было заключение. Но, как рассказывают специалисты, произошла интересная вещь. Когда его книгу готовили к переизданию, так как в заключении были стихи, переводчики и публикаторы решили, что, видимо, это что-то отдельно никак не связано. И если сейчас вы возьмете в библиотеке его книжечку Шакарима родословную, там не будет этой третьей части. Но специалисты говорят, что таким образом была нарушена структура произведения. Вот очень интересно. Работы Валиханова, они уже написаны все-таки под влиянием, скажем так, российско-европейской или русско-европейской исторической школы, когда мы видим уже и лексика, тематика. Конечно, она охватывает национальный формат, но то, как пишет Чукан Чигизович, и вы знаете, что он член научных обществ, и человек, который приобрел мировую славу в результате своих сочетаний военных каких-то и лично научных интересов. Он создает произведение совершенно иного плана. И существует третий пласт, то есть устная история никуда не исчезает. Таким образом, мы переходим в век XX уже в трех форматах устная история, письменная традиция по арабскому, мусульманской историографической традиции, и третья российская или русско-европейская традиция появляется. Это, конечно, уникально. Причем нельзя забывать, что советская власть приносит нам совершенно новую идеологию и приносит нам новую методологию, которая требует такого партийно-классового подхода. И у нас появляется первый учебник Санжара Сфинзиярова «История Казахстана» в 1935 году выходит, который написан уже в таком марксистско-ленинском формате. Это уникально тоже, потому что это уже как бы четвертый такой вот. В забвение уходит устная традиция, которая считается чем-то не очень серьезным и, возможно, не суть важным. Мусульманская традиция, естественно, в рамках идеологического государства, где воинствующий атеизм объявлен во главу угла, поставлен. Естественно, что никакой религиозной подоплеки, литературе и традициях речи быть не могло. А появляется вот совершенно новая, основанная, конечно, на российско-европейском вот этом формате и традициях, появляется своя собственная историография. И целый ряд ученых, постепенно, которые себя позиционируют, ну вот они как бы создают свои труды уже в формате советской власти. И, конечно, здесь у нас выходит целый ряд сложностей, целый ряд проблем, потому что власть, она как бы таким образом влияет на общество, что почти с первых дней появляются как бы два уровня. То есть есть официальный легитимный, который реально прописан в учебниках, школьных, вузовских, в программах, которые преподаются в университете. И есть второй уровень, скажем, неофициальный, который хранится в семьях, начиная от простых памяти рода семьи, основанной на шажире, и заканчивая теми уже трагическими, страшными страницами, как репрессии, как депортации, о которых, конечно, говорить было не просто нельзя, но и опасно. И на каком-то этапе, вот понимаете, произошло, ну что ли, некий перехлёст. То есть эти два уровня, они уже не смогли сосуществовать. Количество лжи, видимо, переполнило чашу, и произошло то, что произошло. То есть брошенный вызов в историю и объявленная гласность и политика перестройки, она в конечном итоге, так сказать, вот и ответила тем, что историческая наука, к огромному сожалению, советская, и вот мы сегодня до сих пор как бы в этом шлейфе находимся, она переживает такой тяжелейший период кризиса, потому что не только методологического характера, то есть как бы исчезла степень доверия истории. Это, конечно, тема, требующая отдельного большого разговора, но не сказать об этом сейчас нельзя. Но вернёмся в 20-е годы. Что же произошло тогда? Вот произошла интересная вещь. Получается, что когда речь идёт о начальных этапах становления и развития исторической науки, то, безусловно, для нас важно отметить, что в первую очередь шла как бы процедура институционализации исторической науки. И в этом смысле, конечно, вы можете не возразить и сказать, ну как же ещё в российский имперский период было предпринят целый ряд усилий по созданию академических научных исследовательских центров. Безусловно, то есть начиная от русского императорского географического общества в 1845 году, затем вот эти все филиалы, которые были открыты в Симпалатинске и в других городах. В общем-то, но советская власть, она придала как бы большую системность, то есть она создала структуры образовательные, были открыты. Вы знаете, что до революции, к огромному сожалению, не было на территории Казахстана высших учебных заведений. Программа «Партия Алаш» требований открыть университет в Казахстане, в Казахской степи. Теперь эти университеты, институты открывались, открывались кафедры, формировались первые молодые кадры. И вот одним из первых кандидатов исторических наук был как раз Ермухан Бекмаханов, человек трагической судьбы, прошедший все вот эти перипетии, скажем так, на себе, лично испытавший все эти изменения и малейшие какие-то движения в смысле теоретико-методологических основаниях самой науки. Это тоже, я думаю, отдельная тема, она займет тоже большое время. Сейчас пока мы только обозначим вот эту трагическую судьбу. То есть формируется молодежь, формируются кандидаты наук, я имею в виду, что идет институционализация самой науки и ее коренизация, то есть формируются национальные кадры. Для этого создаются как вузы внутри республики, так и, кстати, отправляются на учебу в любые другие центры Советского Союза. И, безусловно, это уникальная плеяда ученых, которая, вот даже если, знаете, просто не смотреть, скажем так, на Максиско-Ленинское какое-то основание, это действительно ученые практически все с большой буквы, оставившие большое наследие и самое научное наследие, и самое главное, сформировавшие первые научные школы в Казахстане. Конечно, для этого времени, для 30-х годов особенно, было характерно такое состояние, как историографическая мутация, то есть когда все то, что было создано прежде, должно было так или иначе как бы соизмеряться с предложенной непосредственно марсиско-ленинской концепцией. И, знаете, оно действительно стало таким прокрустовым ложем, то есть все, что вмещалось, допускалось, что не вмещалось, грубо отбрасывалось. И таким образом надо было обосновывать любой процесс исторического развития вот теми требованиями, которые содержала в себе новая идеология. Это было, конечно, очень непросто, и не каждый с этим справился, скажем так, и в личностном плане, и в более, может быть, высоком. Что касается тематики, то есть какая тематика разрабатывалась, то это широчайший круг, конечно, все, что касается имперского наследия. То есть вот этот анализ имперского наследия, как Российская империя, как тюрьма народов, например, и так далее, вот это все требовало переосмысления. Отсюда, то есть следующий шаг, это переосмысление национально-освободительных движений. И, безусловно, надо было обосновать победу социалистического строя среди кочевников. То есть эта тематика, она очень активно, то есть внедрялась в практику. И сразу, безусловно, появилась, ну, во-первых, так сказать, с выходом нового подхода Сталина, да, о теории наименьшего зла. Все, что касается национально-освободительных движений, перешло в сферу как бы реакционности. И откуда, так сказать, такой трагизм судьбы самого Битмаханова. Безусловно, сразу же появились закрытые темы. Ну, я должна сказать, что закрытые темы были в исторической науке всегда и раньше, и они, в общем-то, остаются в каком-то смысле и сегодня. Вот. И еще особенность советского периода, она, наверное, заключалась в том, что мы оказались слишком замкнуты исключительно на, скажем так, советском пространстве. То есть железный занавес, который опустился, он был не только метафорой, он был фактически почти реальностью, да, и ученые, безусловно, не имели контактов с внешним миром. И те специалисты, которые занимались, например, зарубежной историографией, ну, это была белая кость исторической науки, их было крайне мало. Это надо было знать свободно, значит, ну, как минимум английский язык и работать с этими книгами в спецхранах по особым разрешениям. Ну, то есть это было все очень сложно. И, конечно, когда вдруг, да, мы перешли в новый этап, уже в этап независимого Казахстана, и когда железный занавес исчез, и на фоне того, что так как бы общество устало, вот, как мы уже говорили, того количества лжи и неправды, да, которые несла с собой власть, нам казалось, что правда вот там, у этих западных авторов, что сейчас мы обратимся, все эти книги станут нам доступны, мы их прочитаем, узнаем, но оказалось, что и там тоже свои проблемы, и там тоже периодически кризис переживает историческая наука, и там тоже многие темы либо не изучены, либо только начинают исследоваться, либо просто отсутствуют, да, вот. И, конечно, для периода уже независимости мы можем сказать, что вот что в 90-е годы стало как бы преимущественным, вот, и современной как бы тенденцией истории писания, к чему бы они сводились. Конечно, мы тоже начинаем с переоценки, это понятно. Любой период, он требует переосмысления того, что было прежде, да, и когда наступил вот тот самый третий этап развития историографии, о котором мы с вами вначале сказали, началась переоценка колониального периода, вновь переоценка национально-освободительных движений, все, что касается революции, их последствий, активно в лексику, в исследовательскую тематику вошли темы, которые были категорически под запретом, то есть голод, репрессии, конечно, самые страшные страницы, которые коснулись практически всех граждан нашего государства, они стали теперь темой исследований. Вот, и безусловно, все эти, так называемые, белые пятна, они, кстати, ну нельзя сказать, что они на сегодняшний день прямо полностью исчерпаны, изучены, потому что меняется наука, меняется методологический инструментарий, активно вводятся новые источники, и как бы историческая наука вот переживает такой свой второй ренессанс. С другой стороны, как бы, значит, у нас есть, мы можем сказать, что есть плюсы, есть определенные минусы, конечно, в современном тоже истории писания, потому что если мы говорим о плюсах, то я думаю, что огромнейший вот этот ввод в научный оборот источников и в рамках программы «Культурное наследие», в рамках программы «Народ в потоке истории», он демонстрирует нам огромнейшее, широчайшее поле исследовательское для молодых ученых, для тех, кто идет затосать вот теми поколениями, которые основали исторические школы, создали научные направления в Казахстане. Безусловно, плюсом мы можем отнести вот те труды новые, которые написаны по, как мы уже сказали, по, значит, наиболее трагическим страницам на основе архивных источников, по депортации там и так далее. Безусловно, попытки выработки новых методологических подходов и, ну, какое-то, знаете, вот ощущение необходимости прорыва в этом плане тоже оно присутствует. Ну, минусы, они, в общем-то, тоже похожи, мы в этом смысле совершенно не оригинальны, то есть это определенная степень ангажированности науки, она всегда существовала. Мифологизация – это тоже такой момент, который сегодня очень дискутируем не только в исторической науке, но и в целом в обществе, и на различных сайтах, и на радио, и на телевидении вы периодически видите, да, как ученые дебатируют, вот нужен ли миф вообще, может ли историческая наука развиваться без мифа, это целая большая проблема. Вот, ну и, конечно, мы можем сказать, что сегодня не случайно, видимо, начала, вот стартовала программа, инициированная нашим президентом «Народ в потоке истории», потому что такое количество тем пока еще не, как бы, не нашло своего исследователя, или еще нуждается в теоретическом переосмыслении, поэтому работы, конечно, просто непочатый край. К новым направлениям, вот то, что сегодня, как бы, да, является таким интересным, можно целый ряд выделить, и одним из них является диаспорология, конечно, это такое, это вообще новое направление, не только для нас, это, как бы, в мире достаточно новое направление, ну, там, 20-30 лет, как бы, оно активно развивается, изучение зарубежных диаспор, изучение казахской диаспоры, так сказать, за рубежом, и здесь можно назвать безусловного лидера, значит, этого направления, Миндикулова Гульнару Молгобаровну, и она создала целую научную школу своих последователей, которые, учеников, которые, так сказать, продолжают изучать эту тему. Безусловно, мы можем говорить о кочевниковедении, и в этом смысле тоже, как бы, институционально, потому что создан специальный научно-исследовательский институт, и продукция, научные результаты деятельности института, они иногда действительно просто ошеломляющие, очень интересные. Безусловно, мы можем говорить о попытках создания единой истории Центральной Азии. Это колоссально сложная работа, но если вы видели работу, допустим, «История Казахстана» и «Центральной Азии», коллектива авторов Абылхожин, Ерофеева, Алексеенко, Баратова и так далее, это тоже, так сказать, то направление, которое сегодня актуально и ждет своих исследователей. Уникальным совершенно таким островком является историческая информатика. Вот Сауле Жакишева, главный двигатель, так сказать, этого направления, единственный член Международной Ассоциации «Историк и компьютер» тоже очень много в этом направлении делает. Ну, я могу продолжить, конечно, этот список, потому что если вдруг я кого-то не назову, то, наверное, это будет обидно, но я думаю, коллеги меня поймут в этом плане, потому что идет лекция. И когда мы говорим о, значит, еще плюсах нашей историографии современной, это, конечно, это то, что мы опять вернулись в это общемировое историческое пространство. То есть, как бы выделены оттуда почти на 70 лет, исключенные, мы сегодня активно возвращаемся в это пространство. И надо сказать, что западная наука, она тоже существенно меняется, потому что, вы поймите правильно, ведь не только советская, значит, как бы власть боролась с так называемыми буржуазными фальсификаторами советской истории. Вот что они писали, они пытались оболгать нашу власть там и так далее. Надо было жестко критиковать. Зарубежная историография тоже прошла немало сложностей в этом плане. И, конечно, нами занимались, и там тоже был большой государственный заказ. Вот. И интересно то, что вот наш регион, он, как бы, знаете, все время открывается. Вот вновь и вновь, да. То есть, мы можем сказать, что, ну, наверное, первый раз нас открыл еще Александр Македонский, который дошел в самое сердце Центральной Азии. И, естественно, что, возвратившись, огромную сумму знаний они принесли о регионе. Это было так давно, да. Вот. Но потом наступила тишина, потом мы видим какие-то прорывы уже связанные с империей Чингисханы. Мы видим Гильома Рубрук и Плана Карпини. Потом, значит, опять там в имперский период мы читаем, читаем дневники и удивляемся оценками, которые дают английские миссионеры или там итальянские или какие-то другие. Но мы уже в имперский период идем только как часть этой империи. Мы не идем как самостоятельные субъекты. И когда наступает советская власть, мы опять как часть Советского Союза. И Казахстан мало кто знает, да. При том, что так много ключевых моментов советского, скажем так, формата, сосредоточены и сведены Казахстану. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, и Байконур, и символокинский полигон. Он, вот, это тем более делало нас еще больше закрытыми, да, вот такой парадокс как бы. И только в 90-е годы мы становимся вот самостоятельно таким субъектом исследования. Когда появляется литература, когда историков становится все больше. То есть раньше все-таки западные авторы, среди них больше было, ну, я бы сказала так, политологов, социологов, антропологов. Историки были, но их было меньше. А сейчас все больше историков. И если вы посмотрите на последние работы, это уникальное совершенно поколение сегодня работает. Вот, конечно, что их отличает? Их отличает вот это отсутствие памяти жанра. Они не помнят Советский Союз какой зла. Они свободны от каких-то идеологических штампов, от каких-то, знаете, вот запретов. Они свободно изучают нас. И слава богу, сегодня открыты архивы, они могут приехать к нам, работать в наших архивах. И в этом году была уникальная ситуация, конечно, ЭСКОС, это Европейская Ассоциация Центрально-Азиатских Исследователей, проводила конференцию на базе Назарбаевского университета. Так вот, потом произошла интересная передислокация из Назарбаевского университета в Алмакинский государственный архив. То есть все западные исследователи и наши, они как бы уже продолжили работу не в рамках конференции, а в рамках непосредственно научного поиска документов и так далее. Поэтому это, конечно, очень демонстрирует нам, как изменился мир, как он стал более открытый. Мы имеем возможность дружить, общаться, обмениваться книгами. Очень много литературы переведено на русский язык, на казахский, может быть, чуть меньше, но эта работа тоже ведется активно. Вот, и это показывает, что у нас, так сказать, немало точек соприкосновения, немало, так сказать, каких-то интересных проектов в будущем, а некоторые из них уже реализуются даже сегодня. Ну, я так поняла, что есть какие-то вопросы. Вами был затронут вопрос о щежере. Как мы знаем, у казахского народа принято то, что девочки, ну или девушки, не обязывались знать родословную щежере своего народа. Считаете ли вы это правильным, и как вы к этому относитесь? Ну, такой вечный вопрос, как бы, да, взаимоотношения полов. История нам демонстрирует такую вторичность женщины, безусловно, да, почти повсеместно, какую бы культуру мы ни обратились, за редким исключением. И то, что из ребра Адама, и, так сказать, видимо, это определило нашу судьбу. Вот. Ну, вот, свое личное отношение, как бы, считаю несправедливым, да, потому что я знаю, что сегодня, например, сегодня есть, так сказать, семьи, в которых пишут параллельные щежере. Есть щежере по отцовской линии, и есть именно женщины, так сказать, вот активисты в этом смысле, которые пишут щежере по женской линии. И, между прочим, семьи относятся к этому так очень по-доброму, с большим таким теплом. Вот. Ну, вообще я хочу порекомендовать вам, у нас есть, значит, прекрасный автор, специалист в области щежере, Алпус Бес, Максат Алпус Бесович. Вот недавно вышла его работа по истории казахского щежере. Мне кажется, она вам даст какие-то ответы на вопросы в этом плане дополнительные. Пожалуйста, что еще? Почему произведение «Шахарам Кудай Бердэула» в концовке убрали стихи? Вот именно, что не было продолжения. Видите, это был текст на казахском, я, к сожалению, не читала лично, это мне специалисты рассказывали. Вот именно в чем специфика, что заключительная часть не связана со всем предыдущим разговором. Она могла быть посвящена абсолютно другой теме. И поэтому авторы решили, что, видимо, просто случайно эти листочки оказались вместе. А они, оказывается, не случайны. Это все в рамках вот этой традиции, которая существовала. Причем, что интересно, очень часто ведь авторы четко себя очень позиционируют. Мне кажется, вот если обратиться к примеру Шакарима, ведь он же тоже пишет там о себе. И пишет о себе, но как корректно, как тонко. Он сначала пишет про своего деда. И он описывает, значит, вот тот вклад, который он сделал в развитие собственного народа. Потом он говорит о своем дяде. И он говорит, как жалко, что его так мало знают людей, что он только вот, только казахи как бы знают об Абай. Ведь если бы это знание распространить, не было бы фигуры, так сказать, более значимой, весомой, чем об Абай. А про себя говорит так, что, ну, я еще так мало сделал. И там еще есть очень интересный момент, когда он отправляется в Мекку, значит, в хадж. Там же дом, который был куплен дедом. И он говорит, я приехала, там живут чужие люди. И мне пришлось искать квартиру. Вот этот жест его судьбы мне, например, крайне приятен. Потому что он показывает, насколько человек интеллигентен, корректен. Он не стал выгонять их, опираясь, что это вот он владелец или один из владельцев этого дома. Он пошел и нашел себе другое жилье. Вот это и есть интеллигентный человек. Кто-то сказал, значит, на вопрос, кто же такой интеллигент. Вы знаете, интеллигент, он очень мало места в пространстве занимает. Он не мешает, он не надоедает, он корректен. Он, когда нужно, появляется, а когда не надо. Так что вот Шакарим демонстрирует нам в этом смысле, конечно, ярчайший такой пример именно человеческого поведения. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что развитие исторической науки не оставит вас равнодушными. И те новые перспективы и пробелы, которые необходимо срочно решить, будут совместными усилиями сделаны. Спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok